Всем привет! Я опять на кухне. Хочу сейчас приготовить салатик. Покупала в прошлый раз в Лиделе красную капусту. В общем, с этой капустки хочу сейчас сделать салатик такой витаминный. По-быстренькому сделаем с вами. Вот эта капуста, потом свекла, перчик, можно разный, да, и морковочка. Можно еще лучок, но лучок я не хочу, поэтому. В общем, сейчас все это почищу дело, и потом будем с вами нарезать. Капустку я натерла на терке, на этой такой плоской. Сейчас туда, это у меня сверху свекла. Свеклу тоже натерла на корейской терке. Для корейской моркови теркой. Тут маловато и места будет в эту чашку переложу. Сейчас посолю ее, пусть она сок даст, и потом все остальное пока буду шинковать, уже потом вернее, пока она будет сок давать, все остальное нашинкую. Нарежем. Все, в общем, я все натерла, положила капуста, свекла, морковка, перчик, соль я до этого посолила. Теперь сюда перец черный, потом для корейской моркови вот такая у меня приправка есть. Это у меня все наполовинку ушло, да, капусты. И сейчас сюда уксус, столовую ложку. У меня такой 25 процентов. И зальем все это дело масло раскаленным. Оно у меня уже раскаляется. Так, уксус налила. Ну и теперь все это масло подсолнечное. Все. И теперь все это перемешиваем побыстрее. Вот столько у меня салата получилось. Вкусно очень. Я попробовала, ничего больше не добавляла. В общем, соль, перчик, приправка для корейской моркови, столовая ложка уксуса и масло раскаленное. Все, больше ничего. Все перемешала, пожамкала, капустыка уже дала. Такой хороший сок она прям дала. Ну там вы, наверное, увидите пол этого, не половину. Вот смотрите, докуда. Очень вкусный. И он сейчас еще немножко настоится, будет еще вкуснее. Такой витаминный салат, витаминная бомба. Будем оздоравливаться с Александром. Хотя он, ну, ест он такие салаты, но не очень, конечно. Будет есть. Я у него спросила, ты будешь есть? Он сказал, да. Так что. И пахнет здесь запах, такой стоит уксус, масло, вот это раскаленное овощи. То, что они разэтывались, как маслом раскалились немножечко. Такой запашок от него классный, приятненький. Все, пошла обеда. Брали Ромочку со школы. Ромка. Дерутся, дерутся. Папа уговорила, говорю, пойдем со мной за ребенком. Прошли вдвоем. Ромка, пошли давай домой. Аккуратно, Саша. Там вода, наверное, внутри. Цветочки наши. Так, ну, еще мы распаковываем наш стул, наконец-то. Сейчас будем смотреть, какой он там. Не подходит? Почему такой же? Потому что тот лопнул, а этот нам привезли. И такое ощущение, как будто его уже распаковывали. Тут 10 скотчев понаклеили. В общем, наверное, смотрели. Лопнутый, не лопнутый, может быть. Ты куда наступаешь? Ты куда наступаешь? Я его как наставить? Один. Это новый стол. Оказывается, к нему не подходят вот эти раскладные части к нашему. У нас немножко другие. Будем сейчас откручивать. Решили сначала открутить этот, туда-назад запаковать. Потому что завтра с утра приедут к нам, привезут Давиду решетку на этот, как он, на кровать, на его. Ну, и я думаю, скорее всего, что они сразу заберут этот стол. Потому что у них, ну, один поставщик там, который должен был забрать в прошлый раз. В общем, все сложен на места. Да, Речка? Александр работает, смотрите. Мажет стол подсолнечным маслом. Сказал, так надо. Я хотела специально купить, он сказал, обычным подсолнечным маслом. Еще и мама сегодня нас убедила, что они раньше тоже делали. Просто подсолнечным маслом. Она помажет маслом. Я в прошлый раз ей говорил, она меня не послушала. Нет, не надо. Рома, не трогай! Перевернешь. Это он топил его. Саша, оно прям видно, какое тут. Вот оно стоит прям. Она должна сейчас так, потом ее протеревывает. И все нормально будет. Видите? Сказал, с этой стороны надо помазать. Потом перевернем, с той стороны еще помажем. Я надеюсь, Рома, не наступай только туда, ради бога. А луи? В общем, уже прикрутили. Ножки старые оставили. Новое ничего не распаковывали. Только вот стол и вот эти вот раздвигашки тоже принесли их. Новые оставили. Ушло только у нас вот, в общем, стол с этими раздвигашками туда. Его надо еще замотать. Да, заклеить. А этот даже не распаковывали. Ножки с болтами и все оставили как есть. Так что, надеюсь, посмотрели с той стороны. Трещин нет пока. Дай бог, чтоб их и не было. На том тоже было так же сначала. Она треснула вот прям вот этим пропилом, который для этого делается. Вот видите, чтобы давление уходило специально. Пропилу, вот он прям по пропилу, прям вот так. По нему даже лопаться и пошел, пошел, вот так аж расширился местами. Почти за пять миллиметров. В принципе, это можно было заделать. Все, и было бы нормально, красиво выглядело. Дерево всегда может лопнуть. Если, особенно, его неправильно сушили. Или вообще не сушили. Робан, чего спать, идем? Порядок, видите, какой. Для стройка. Всем привет, доброе утро. У нас уже следующий день. Вчера мы с Сашей пропитались все-таки этот стол, собрали все. Вот так вот он выглядит сейчас. Надо перевернуть. Неправильно лежит немножко цвет другой. В общем, все посмотрели, все хорошо. Вроде все. Этот у меня теперь одни сомнения. Вот я не знаю, ложить ли мне эту пленку опять на стол или нет. Все-таки она не села до конца. Чуть-чуть она примялась, но не на сто процентов. Что, ну как, еще есть края, где выступают. Вот это вот, про эту пленку я говорю. Мы вчера ее собрали, вот рулончик. Не знаю. Ложить, не ложить Саша не хочет. Я вроде как тоже не хочу. Мне нравится вот в таком состоянии, как он выглядит. Вот так вот. Стол, конечно, он красивее смотрится без этой пленки. Но я переживаю, что какие-то следы будут оставаться. Если вдруг там что-то капнешь. Саша говорит, после того, как ты его покрыл маслом, туда уже ничего не будет попадать. Оно, конечно, впиталось. Все чистенько. Вон ничего не этого, не мажется. Масло хорошо пропиталось. Я еще сегодня утром хорошо его протерла салфетками со всех сторон. Все. В общем, уже завтракали сегодня за новым столом. И нам сегодня с утра привезли, наконец, решетку. Это давида кровать. В общем, решетка, которую мы ждали почти два месяца. Но я думала, почему-то ее привезут. Она будет цельная. И ее нужно будет просто целлофан снять и положить. Оказывается, ее нужно будет собирать. Так что, наверное, мы сегодня с Давидом еще будем собирать эту решетку. Стол не забрали они. Мы вчера запаковали. Вот все сложили. Все как положено в оригинальную упаковку. Ножки, как я сказала вчера, мы их не открывали. Ничего, вот как они были от этого нового стола, так они и остались в этой упаковке. Мы оставили старые ножки и болты, и все остальное. Но они не забрали. Сказали, что у нас не было такого распоряжения, поэтому мы не будем ничего забирать. Так что, стоит. Мы теперь думаем, Саша, вот заберут ли они его вообще, и когда они его заберут, что он тут будет стоять. Думаем спустить его вообще в подвал, туда поставить. И когда приедут, пусть они просто с подвала его забирают, да и все. Не из дома, а из подвала. Потому что, ну, как бы здесь, да, что он будет стоять, мне это мешает. Я уже, уже и так сколько ждала, когда мы разберем этот стол и этот заберут. Ну, так что, пока. И сегодня точно будет здесь стоять, потому что Саша сейчас уже на работу и едет, собирается. У него вторая смена. Поэтому, может быть, завтра с ним отнесем. Но он тяжеленный. Вот эта большая коробка стоит 60 килограмм, видите. Но это я не знаю, здесь не стоит сколько. Но вообще в посылке у меня стоит в письме, да, что стоит 95 килограмм эта посылка. Все вместе. Вот так вот. Так что тяжелая. Такие вот у нас дела. Ну, хорошо, хоть решетку привезли. Надеюсь, она подойдет. Надеюсь, будет все такая же, как я ее заказывала. Сижу, выбираю фотографии для рамочек. Думаю, достала. Я не знаю, это давайте вот так. Вот это Саша и Ромка. Малыши. Я так не покажу, потому что... Там мы не одни. Вот это Давидка наш. Тут с племянником. Это Рома. Пухляш наш. Вот он еще один пухляш. Это Рома. Здесь. А, он с бабой Лидой. Бабушкой. Вот они. Это мои сыновья. Мои сумелечки. Это сердечко моих. Вот он, мой Давидка. Маленький еще. Вот это у меня. Саша с Ромой. Рома. Это я с Ромой. А это... Это фотография, смотрите. Это я. Видно вам, нет? Это моя сестренка двоюродная Марина. Ну, это Саша с мальчишками. Ромка. Это мы. Это Рома с бабушкой. Это Давидка. В школе. Это у него последний звонок в начальной школе был. Вот. Тогда мы пришли к нему. Ромка, 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 Ромка. Ромка у нас везде. Ромка. Ромка. Ромка Давид. Ромка. Ромка Саша. Это просто последний альбом, где Ромки на фотографии с этим малышах. Смотрите, какой классный Ромка. Это ему тетя с дядей подарили вот такой костюмчик, когда он родился на рождение. Мы с ним. Здесь ему ровно одна неделя, Ромке. На Рождество я его одевала, этот костюм, фотографировала. Такой классный. Саша с Ромой. Саша. Это мы. У нас есть такой портрет с Сашей. Вот. С этой фотографией. Там на дискотеке где-то. Классная. Вот. Мне она очень нравится. Это Саша с Давидом. Это еще первый класс. Сынульку свою увидим. Это тоже я. Это у нас корпоратив, по-моему, был. Это еще в Казахстане. Это мое день рождение, по-моему. Я тут только замуж вышла с девчонками, с подружками. На съемной квартире это мы были. Это наша съемная квартира в Караганде была. Это я тоже корпоратив какой-то, по-моему, был. Это я еще в школе. В каком-то там одиннадцатом классе или в каком. В пальто сестры двоюродной. Так. Я за рулем. Я. Я сыну. И Саша. Это Давидка наш. Это я. Я и подружка моя Марина Боева. Это Давидка. Это мы на кемпинге в Голландии. Вот. Сашка с Ром... Ой, с Давидом. Сашка с Давидом. Это я беременяшка. Ромка беременная. Пухляш такой. Там же на кемпинге. А это вот Саша приехал жениться когда только. Ну он с Германии приехал жениться на мне. Такие мы были. Там еще тут не женились. Или... Или мы женаты уже здесь. Подожди. Мы тут уже женаты. Мы поженились, да. Я как раз отстригла волосы. Да. Мы уже поженились. Не помню точно. Это мы тоже на нашей съемной квартире. Это вот я. Это моя мама и я. В первый класс я иду. Вот она я тоже. Это тоже я. Это я с моей сестренкой двоюродной Галей Морозовой. Вот это я. Это Галя Морозовой. Это я тоже. Свечу эту. Это свадьба моей мамы с папой. Это мамулька моя. Папулька. Это я. Это в первом классе, да. Это я с племянником. Это вот школьные годы. Вот она я. Вот она я студенческие годы в съемной квартире. В Караганде. Это мой выпускной. Вот это уже после нашей свадьбы было. Несколько дней после нашей свадьбы. Да, 30 число стоит 4 дня после нашей свадьбы, как мы поженились с Сашей. Это Сашина двоюродная сестра. Моя лучшая подружка. Это Сашин друг в Казахстане. Мой Сашка. Это моя сестренка. Галя, у нее свадьба. И я. Это вот на второй день, как я проводила Сашу в Германию. Все заплаканные, зареванные. Мне ничего не надо было. Это наша баба Лида. Это моя мама с племянником в Казахстане. Я. Вот она я. Плохо видно. Это мой выпускной в школе. У Саши не был выпускной. Он уже закончил школу в то время. Это в школе было. Но он просто пришел ко мне на выпускной. Ему кто-то одел эту ленточку выпускника. Сашка и я в Казахстане. Это я в школе с зелеными волосами. Вот она я. Вот она я. Такая я была. Такая я была. И вот смотрите. Я здесь беременная. Ромка. Еще только. Еще не совсем пухляк. Потом меня конечно разнесет сильнее. Это мы в Голландии. Это мы в Голландии. Это я тоже уже беременная. Ромка. Что ты? Зараза. Мне надо рассказывать. Я всегда худенькая была. Это сейчас я после Ромки. Ты любила покушать. Нет. Я не любила так покушать. Я шучу, шучу. Вот я такая была всегда. Но здесь я уже Ромку родила. Или? А нет. Нет. Здесь Ромки у нас еще не было. Это до Ромки было. Да? До Ромки. Еще один альбом достала. Это наша свадьба, Саша. В Казахстане. В Казахском Закте. Это мы с моими родителями. Это мы в Турции. Наш пухляк, который любил под кондиционером лежать. На улице его уносишь, а он истерика. Только в номере ему хорошо было. Это наши дружки и подружки. Мы тут расписываемся. Это все свадебное. Свадебное, свадебное. Вот это мой брат родной. Это Сашин двоюродный брат. Это моя троюродная сестра и ее муж. Это сваха моя. Вот так. Лубов. Дальше что-то. Ну одно и то же в общем. Тут расписывается он, тут подружка расписывается. Тут мы колечки одеваем. Интересно. Подселка у меня тут. Это наша сыночка. Наш сын-улечка. Старший. Что, похож он с Ромкой, вот скажите? Нет, он совсем другой, да, мне кажется? Похож? Он сейчас стал на меня сильнее похож. Давидка. Тоже Давидка. Это в садике он еще. Как же он похож на Ромка? Не знаю. Он что-то обижен. Серьезная надутая что-то. Димка заставил слушайся. А, да? Рука на сердце, видишь? Где рука на сердце? За цветами не видно. Я тебя в однушку держу. Под ручку. Как настоящий патриот. Серьезное лицо сразу. Все, довольные, что-то расписались. Это хитрый взгляд. Никуда ты от меня больше не денешься. А этот наивный стоит, улыбается. Ну он довольный, смотрите. Оба при чем? Колечки одевает. Да? Смотри какие довольные. Это наш сынулька. Ну-ка. Это наш сынулька и племянник. Ну, это было бы лопать. Вот Ромка. У них два месяца разницы. Они родились на два месяца. Он родился больше. Он сейчас больше. Ну еще. Два дружбана. У них папа с его папой. В общем. Саша и его отец. И его папа. В общем. Родные братья. И они всегда вместе были. И эти тоже. Не разлей вода. Вдвоем. Бабушки приезжают. У них начинается. И Ромочка наш. Так. Это тоже самое или нет? Это вот Саша с детьми. с Настей. Это Саша с Настей. С дитем. Это дитё. Это наше дитё старшее. Это младшее. Ну, когда вот эта улыбка у него была, я всегда думаю, я вам покажу еще. Да? Да? Это Саша в Турции. Это Настя в Турции. Это Саша с Давидом. Это Настя с пухляком. Это они. Это они наши дети. Похоже? Смотрите. Он сейчас с Ромкой вообще другой, да? Мне кажется, изменился немножко. И давид немножко изменился. Такие маленькие. Покажи как-то одинаковые примерно. Там будет понятно. Соску забрали. Вот он. Всё. Положили его. Ему не понравилось. Вот эти не любят траву. Вот ты знаешь, любят они траву или не любят. Наш просто не любил. Все не любят эти траву. Ты откуда знаешь? У тебя много детей, что ли? Я знаю. Я всё знаю. Вот он. Первокласска наша. Давид в первый класс пошел. Папа. Это фотошоп. Саша делал. Сына нашего. Старинный телефон еще. С этим. Как он? Соня Эриксон какой-то что ли? У меня там была функция. Давид. Это не мы. Это Давид. Посмотри. Вот его фотографию. Сейчас Ромку. Вот Ромка. Деньги. Вот он Ромка. Первокласска. Мы три года здесь. Где три года? Да. Давиду там. Ага. Три года. Это наш первокласска. Вот они два друга. Это они там вместе лежали. Это Эмилька с Ромкой. Вот это. Вот это. Все. Все. Закончилось. Ой нет. Что еще? Держи же. Ну помогай мне жить руки. Занятые. А вот они мы. Там мы в церкви сидели когда. Пятого сентября. Первый день школы. Папа первокласски. Все. Закончилось. Там Александр Ютьев, спортсмен. Разминается. Я тут закрыла. У меня тут вылез такой нехороший прищ. Закрылась? Да. В общем не выбрала я никакой фотографии. Вот рамочки так стоят. Искала, искала. Ничего не выбрала. Пойдем с Сашей сейчас чай пить. На сегодня я с вами попрощаюсь. Увидимся завтра в следующем видео. Всем пока. Александр. Пока. Сашка. Пока-пока. Заразил, заразил Настю спортом. Я тоже. Настя спортом пошла заниматься. Отчаянная домохозяйка говорит. Что-то у него встала там. Даже на место. Я говорю. О! Видел как я встала? У меня на место. У меня Кость как на место встала. Я говорю. Сдалека снимай. А то мой прищ там видит. Что-то видно. Вот так мы спортом занимаемся. Когда Ромка он сын заставляет. Давайте отключаем музыку. Что-то мы давно уже не занимались. Правда. Он сейчас мультики смотрит. На мультики подсел. Ему интересно. Раньше мы только спорт делали. Мы мой Ютуб запретили смотреть? А там как раз спорт в Ютубе. А, да. Точно. Вот поэтому. И он теперь мультики только смотрит. Вот так. Так что у нас. Давай. Раз. Два. Раз. Два. Это спорт или танцы? Это все. Танцы тоже полезный спорт. Да. Хоп. Активные танцы. Знаешь как хорошо. Жирок трясется. Когда пот пошел, это значит первая фаза. Начало что-то плавиться, да? Это значит польза пошла. Да. Это не надо останавливаться. Надо продолжать. Так. Ладно. Пойдем. 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 Продолжение следует...